Как можно сообщили ранее, глава государства дал старт новым проектам и строительству ряда промышленных и энергообъектов. Этот день стал историческим событием для местного населения республики Каракалпакстан. Данные проекты имеют большое значение для повышения благосостояния народа, выведения промышленности на качественно новый уровень, диверсификации вускаемой продукции и обеспечения энергетической стабильности в регионе. Каждый регион Узбекистана имеет в арсенале отличительные особенности и возможности, используя которые можно добиться впечатляющих темпов социально-экономического развития страны. Республика Каракалпакстан, будучи в центре серьезных преобразований, в последние годы претерпела беспрецедентные изменения. Скажем, целенаправленная работа по наращиванию объемов генерации электроэнергии, повышение качества оказываемых услуг, создание точек роста, локализации производимой продукции, комплектующих и детали необходимых при возведении энергетических объектов, масштабируется, создавая все предпосылки для синергии близких друг к другу сфер, а также создания новых рабочих мест. Вскоре к имеющимся мощностям добавится ветряная электростанция мощностью 200 мегаватт и система аккумуляции электроэнергии в 100 мегаватт. Инвестором двух данных проектов выступила саудовская компания «Аквапауэр». Объемы рассчитанной выработки немногим превышают 700 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что равносильно ежегодному потреблению почти 300 тысяч домохозяйств. После ввода в эксплуатацию, который намечен на декабрь 2027 года, будет экономиться 212 миллионов кубометров природного газа, а выбросы вредных частиц в атмосферу сократятся на 294 тысячи тонн. В период строительства будет трудоустроено 200 человек. Параллельно количество постоянных рабочих мест достигнет 30. Завершение работ намечено на последнюю четверть 2027 года. На начальном этапе после ввода в строй 50 мегаватт мощностей станция будет подключена к энергосети. Значит, уже в 2027 году начнется выработка первых киловатт-часов электроэнергии. Компания «Аквапауэр» реализует в Узбекистане 15 проектов общей стоимостью 15 миллиардов долларов. Большинство из них находятся именно в Каракалпакстане. Могу с воодушевлением сказать, что Узбекистан является одним из самых крупных партнеров нашей компании. Еще одним шагом на пути развития промышленности и расширения номенклатуры выпускаемой продукции станет предприятие по производству частей ветряных турбин в Кунградском районе. Вложения в 40 миллионов долларов со стороны ведущей китайской компании предусматривают локализацию выпуска ключевых запчастей мощностью от 8 до 15 мегаватт. Здесь будут выпускать необходимые компоненты для ветряных турбин. Производство лопастей, опор и запасных частей обеспечит строительство 500 турбин, что равносильно выработке 1 гигаватт. После ввода в эксплуатацию ветряной станции будет экономиться почти 1 миллиард кубометров газа. Если экспортировать данный объем природного ресурса, можно только представить, какая экономическая выгода будет стоять за этим. Считаю, что такие преобразования происходят лишь по одной причине. Вниманию президента Каракалпакстану. На выходе будет обеспечена занятость еще 50 человек. Завершить строительство планируется в конце следующего года. В результате реализации данного проекта предусмотрена выработка свыше 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что обеспечит покрытие потребности множества жилых домов. Ожидается, что по итогу экономия природного газа составит 980 миллионов кубометров. В том же районе, но уже другой китайской компании также дан старт строительству аналогичного по сфере деятельности предприятия, мощность которого представляет собой выпуск от 100 до 120 опор для ветряных станций. На втором этапе реализации проекта намечено создание сервисной организации по обслуживанию ветряных турбин. Для этого местные специалисты будут отправлены на повышение квалификации. Плюс ко всему, не исключается вопрос о поставке запчастей за рубеж. На строительную площадку планируется привлечь артели с 300 человек. 150 из них будут трудоустроены на постоянной основе. Свою первую продукцию предприятие выпустит в конце 2026 года. Проект, который начнет функционировать за счет иностранных инвестиций в размере 40 миллионов долларов, специализирован на производстве бетонных опор. Благодаря реализации проекта будет создано множество рабочих мест. Строительство начнется в марте следующего года, а закончить работу планируем уже в августе 2025-го. Основная цель — обеспечение рынка качественными опорами, при этом локализация их производства. Но куски район также ждет период больших перемен. На почти 9 гектарах площади предусмотрено разместить предприятие по производству радиаторов. На сегодняшний день ведется нивелирование земельного участка. Общая стоимость проекта — 23,5 миллиона долларов. Основой для реализации инициативы послужил указ президента от 8 августа 2023 года, которым было предусмотрено выделение почти 9 гектаров земли и более 20 миллионов долларов кредитных средств. Для финансирования ежегодный экспорт будет варьироваться в разрезе 11 миллионов долларов. География поставок представляет собой страны СНГ Европы и Азии. Производственная мощность — 640 тысяч метров радиаторов, что в денежном выражении превышает 200 миллиардов суммов, а также обеспечит поступление дополнительных налоговых отчислений в размере 27 миллиардов суммов. Полный ввод в эксплуатацию ожидается в ноябре 2025-го. В развитии туризма, а также создании благоприятных условий для жителей региона, немаловажна роль наличия мест для проведения досуга. Крупный торговый комплекс на площади 2,4 гектара в Берунийском районе стал ярким тому подтверждением. Стоимость объекта превысила 23 миллиона долларов. С 600 гражданам предоставлена возможность получения стабильного дохода. В результате появилось 400 торговых точек, а местный бюджет дополнительно будет получать 450 миллионов суммов. Осуществляемые реформы обеспечили экономическое развитие. Мы стали свидетелями больших изменений, которые произошли в последние 2-3 года. Активно ведется строительство жилых домов и таких прекрасных торговых комплексов. Очень много людей здесь трудоустроились. В Берунийском районе проживает более 200 тысяч человек. Такого рода комплексы нам были необходимы. Раньше таких условий не было. Придя сюда с семьей, можно приятно провести время. Эти работы осуществляются благодаря вниманию президента. Условия созданы отличные. Есть все возможности для торговли. Несмотря на жаркие дни, тут прохладно. Реализуем продукцию по доступным ценам, чтобы населению было комфортно. Большим удобством стал эко-рынок. Мы очень рады этому событию. Столица республики Каракалпакстан – Нукус. На карте города появилась новая локация, которая точно будет в путеводителях приезжающих сюда туристов, а также местом для семейных прогулок. Объект был возведен в два этапа. Первый заключался в осуществлении строительных работ. Второй – установке оборудования, которое завезено из Китая и Турции. Кстати, цена такого проекта равна 10,6 миллионам долларового эквивалента. Наша страна сейчас активно развивается при поддержке президента. Появляются новые возможности и новые пути для создания бизнеса наших предпринимателей. Экобазар Нукус – это современный торгово-развлекательный комплект площадью 3 гектара. Здесь будет предоставлено более 100 брендов, включая зарубежные и местные магазины. В комплексе также будет предоставлено множество ресторанов и зоны отдыха. Также в комплексе будет предоставлено более 100 парковочных мест, что будет делать его более популярным и удобным для местных жителей. В основе всех начинаний лежит главная идея – сделать жизнь комфортнее, качественнее и благополучнее. Активно ведется работа в этом направлении. А в скором будущем нам лишь остается пожимать плоды сегодняшних стараний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!